...посредственно с главной рекламы и с Google AdWords, в частности, у меня это есть. И, наверное, что важно для нашей встречи, я также являюсь сертифицированным специалистом в Google AdWords и Google Analytics. Для начала, чтобы нам понять, как правильно построить сегодняшний разоград, скажите, пожалуйста, кто из вас уже пользуется Google Grants? Отлично. Значит, будем рассказывать с самого начала, а те, кто уже имеет такой опыт, будут делиться своими впечатлениями и, может быть, какими-то нюансами, о которых я, например, даже и не знаю. Для начала я расскажу пару слов о том, что такое вообще Google Grants. У Google есть глобальная программа, которая называется Google Phone & Profits, то есть Google для некоммерческих организаций. В рамках этой программы Google предоставляет возможности сверхстандартных бесплатных возможностей для размещения роликов на YouTube, для разработки мобильных приложений и размещений их в магазине Google Play, для пользования Google Drive. То есть, например, те, кто зарегистрирован в этой программе, имеют 30 гигабайт бесплатных вмещений на Google Drive, а те, кто зарегистрированы, по-моему, 10 или 15 измельчений от памяти. Уже одни волкнутся. Это те, кто пользуется почтой от Google, тот те имеют инвесторам Google. Да, да. Но если вы при этом зарегистрированы как фонд в программе Google Phone & Profits, то для вас это место бесплатно увеличивается, а все прочие пользователи его должны были бы купить за деньги. И одна из, наверное, наиболее интересных частей этой программы Google Phone & Profits – это, собственно, Google AdGrants. Что такое Google AdGrants? Это грант, который Google выделяет на рекламу в системе Google AdWords. Еще один вопрос. Знаете ли вы, что такое Google AdWords? Несколько человек, да? Google AdWords – это, на самом деле, очень большая рекламная система, которую вы видите повсюду, когда вы пользуетесь сервисом Google и множеством других сторонних сайтов. Она позволяет размещать рекламные объявления в формате в текстовом, в формате баннеров, в формате видео. Она позволяет интергетироваться по запросам, которые задает пользователь. Потому что он делал раньше в интернете, какие у него сфиксированы интересы, какие сайты он посещал раньше, что он делал на вашем сайте. Можно даже делать специальные выборки на основе базы имейлов, которые у вас хранятся. Все это – возможности Google AdWords. Плавные системы рекламы. Платят в ней за клик. То есть, условно говоря, коммерческая компания открывает такой аккаунт, зачисляет туда деньги, дальше запускает эти рекламные кампании. В зависимости от конкуренции, от множественных разных аспектов, формируется цена за клик по объявлению. И в итоге, в конце месяца, выставляется счет за потраченные вот эти деньги. Что дает в рамках гранта Google нам, на мероприятиях организаций? К большому сожалению, не все. Далеко не все. Огромное количество интереснейших функций в программе Google Грант недоступны, их можно получить только за деньги. Но, тем не менее, дают нам довольно много. Для начала я покажу, раз у нас не очень хорошо, но не все знают, что стоит Google AdWords. Вот так выглядит, например, страница поисковой выдачи Google, когда вы хотите заказать цветы в Москве. Вот это реклама, размещенная с помощью Google AdWords. Вот это реклама, размещенная с помощью Google AdWords. И даже на каком-то стороннем сайте, вот это реклама, размещенная с помощью Google AdWords. Охват у них самый большой в мире, и это понятно, наверное, почему. Итак, когда речь заходит о Google Грант, то нам дают размещение только на поиске Google. То есть никаких сторонних сайтов, никаких вот этих сложных таргетингов по интересам, по истории пользователей и так далее, к сожалению, нет. Мы можем пользоваться только поисковой выдачей Google, и мы можем использовать только таргетинг по запросам. Ну и, конечно, по географии. Нам выделяют 10 тысяч долларов в месяц. 10 тысяч долларов в месяц – это существенная сумма для России, и даже для коммерческого сектора. Поэтому мы здесь тратим, наверное, имеем возможность потратить больше, чем большинство коммерческих компаний, которые работают в России. Ну, просто эта сумма, она одинаковая для всего мира. Расчеты идут только в долларах, и все внутри интерфейса, весь сделан в долларах. В Google Trans, конечно, в Google AdWords, платный этап, все, можно делать приятно. Когда вы получаете Google Grand, то ежемесячно на вашем счету в системе оказывается 10 тысяч вот таких вот, ну, как эффективных долларов. Вы не можете их снять, вы не можете их как-то куда-то переложить, вы не можете их отложить. По сути, вы должны тратить 329 долларов в день. Если вы их не потратите, они сгарают. А сколько дается? Дается, пока программа работает, если вы не нарушили ее правила. То есть регулярное подтверждение дополнительное не нужно. Отбирать после года использования не будет. Пользуйтесь, пока программа действует. Действует она уже очень давно, так что нет оснований подстревать, что что-то пойдет не так. А планы также держат в вид. Ставку также назначаем мы, как рекламодатель. Но в нашем случае есть ограничения. Ставка не может быть выше, чем 2 доллара за клик. Зачем это нужно? Объясню. Основная борьба за посетителей, чтобы оказаться вот там, наверху поиска, вот здесь вот, чтобы вот сюда вот попасть, вот на это вот место, например, а не на это, идет с помощью ставки за клик. Когда коммерческий рекламодатель хочет оказаться повыше, он ставит ставку повыше. Учитывая то, что нам дают эти деньги, вот ну как бы просто так, то неизбежно была бы ситуация, когда все начинают увеличивать, 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 в итоге ставят просто, ну буквально 10 тысяч долларов за клик, чтобы просто оказаться повыше. Поэтому есть такое ограничение, 2 доллара за клик. И если мы показываемся на запросы, на которых есть вот в этом вот списке, да, участники коммерческие, то коммерческие будут выше, чем мы. Это, к сожалению, по умолчанию. Что нужно, чтобы этот Google грант получил? За последние буквально полгода у них поменялись правила, немного, и поэтому это, наверное, очень важно для всех. Если у вас Google грант был действующий, вы получили специальное письмо, а для тех, кого не было, я сразу расскажу о новых правилах. Во-первых, вы собходите на сайт Google Trans и вы можете там заполнить некую заявку. Раньше заявка исполнялась просто на сайте, отправлялась просто в Google, и там ее рассматривали. Там мы писали, да, я НКО, я фонд, я коммерческой деятельностью не занимаюсь, да, это не так. Сейчас, для того, чтобы подтвердить ваш статус, нужно иметь регистрацию на сайте Инфродонор. Это российское подразделение обликоглобальной системы ТЭКСУК, которое подтверждает, что фонды – это действительно фонды, что это заслуживающие доверия некоммерческой организации. На этом сайте, кроме того, он работает не только с Google, он работает, например, с Матрософтом и так далее. Там есть какие-то дополнительные, возможно, бонусы, которые вы сможете для себя получить, но, возможно, у вас уже даже есть регистрация, потому что это делается для какой-то другой цели. Потому что многие сервисы, особенно международные, требуют вот такого подтверждения. Там вы регистрируетесь, заполняете свои юридические данные, там требуют, насколько я помню, сканы уставных документов, но это не так сложно. И там вам выдают специальный код, который при регистрации в Google вы вводите. И это является как бы подтверждением для Google, что вы действительно нормальный, хороший фонд, и можно вам дать этот грант. Некоммерческая организация. Ограничения существуют для образовательных организаций и государственных организаций. Для них предусмотрены в Google другие программы. Все, что по российскому законодательству попадает у вас как некоммерческая организация, это все сюда относится. Раньше была возможность получить так называемый Google Грант Про. Это 40 тысяч долларов в месяц. Он может быть очень полезен на большие проекты, но с прошлого года выдача таких грантов остановлено. Будете когда-то вы заболевлено, мы не знаем, но пока можно получить только 10 тысяч долларов. В принципе, это много. Это действительно достаточно, чтобы... Есть где разгуляться, скажем так. Какие еще есть ограничения? Да. Продолжение следует... А если я уже получил гранты на 40 тысяч долларов, но не пользовался мне приобретение, он не сгорит за это время? А если он у вас сейчас активен, то его не заберут. Он у вас работает, ну, если только они вдруг не решат его забрать. Но пока они таких попыток не делают. Если он есть уже, то он есть. Какие еще есть ограничения? Если вы уже ввели рекламу в Google и за нее платили, то этот аккаунт использовать нельзя. Причем заводить новый, потому что аккаунт коммерческий, он может быть только коммерческим. Есть способы, как быстро перенести вашу все текущую компанию с коммерческого в некоммерческий, но это уже другой вопрос. И аккаунт, который вы создаете, регистрируясь в Google Grants, должен иметь валюту в долларах. Потому что грант продается в долларах, все расчеты там идут в долларах. Очень важно, что вам не надо пытаться заполнять какие-то платежные документы и формы, хотя в аккаунте они присутствуют. У вас там везде будет написано, что ничего не заполнено. Это правильно. Потому что вам как бы выставлять, так скажем, фиктивные счета, и они потом как бы сами себя оплачивают. Не надо пытаться привязывать туда какие-то карты и так далее. Есть для этого порядок, потому что вам дают интерфейс очень такой же, как коммерческая компания. Но вам просто не нужно его заполнять. Я думаю, что надо попробовать. По сути, сейчас, если вы можете зарегистрироваться на инфодоноре, то по идее у вас не должно возникнуть проблем с получением гранта. Потому что ваш статус НКУ уже как бы не рассматривается в Гугле, они принимают как данность, что вы уже подтвердили свой статус. Итак, вы прошли все эти этапы, и наш аккаунт Гугл одобрен. Что же делать дальше? Здесь две ссылки. Я знаю, что презентация будет выложена потом в открытии доступа, но эти ссылки будут, значит, вам полезны, когда вы решите попробовать его настроить. Интерфейс, честно признаться, достаточно сложный, особенно если раньше вы не работали с Гугл Гранц. Мы можем попробовать, наверное, у нас останется время, и в конце я попробую зайти в него и показать вам немножко, как там все устроено. Но, грубо говоря, для того, чтобы работать в Гугл Гранц, в первую очередь нужно уметь работать в Гугл Эдвардс, в промежуточной системе. Нужно уметь настроить там компанию, подобрать запросы ключевые и создать тексты объявлений. Вот здесь две ссылки. Первая, которая, это инструкция конкретно про Эдгранц с требованием, чтобы случайно что-то не нарушили, вас не забрали. Вторая, это очень хороший такой гид от Гугл для тех, кто настраивает вот свою первую компанию в Гугл Эдвардс, там прямо пошагово объясняется, как это создать, что там сделать и так далее. Ну, я думаю, что у нас с вами хвастит время, мы с вами тоже этот путь попробуем пройти. Я вам покажу примерно, как это делается. Ну, так, в общем, в Гугл Эдвардс есть компания, их может быть много разных, например, компания к разным акциям, которые вы проводите, компания к каждому на свой проект. Предположим, мы занимаемся защитой редких видов. У нас есть компания снежный барс, компания тигр, компания дальневосточный леопард и так далее. Внутри компании вы заводите ключевые слова, на которые вы хотите показываться. Например, в нашем случае это может быть, опять же, помочь сельсному барсу или редкие животные алтайских горн, предположим, да? И, собственно, текстное объявление, где вы пишете, что вы хотите, чтобы люди увидят. Текстное объявление это вот вот эта история. То есть, некий призыв к действию, чтобы человек кликнул и пришел на ваш сайт. На самом деле, управление компаниями это такая вещь, которая требует серии мастер-классов скорее, а не 30-минутного моего выступления. Поэтому я очень настоятельно рекомендую начать вот с такого самообразования и обязательно прочитать вот эти материалы, потому что Google действительно очень хорошая производительная материала готовит. Что еще нужно знать? Я остановлюсь на важных моментах, которые легко упустить и которые совершенно не описаны в коммерческих инструкциях, в том, как у нас стреляют эти углы. Нельзя рекламировать чужие домены. Когда вы будете регистрировать свой грант, у вас спросят ваш домен. Например, для нас это твбф.ру. Все. Этот домен ваш. Другие домены рекламировать нельзя. Если вы начнете... У вас есть какой-то, предположим, партнер, который в своем интернет-магазине продает какие-то сувениры, а все выступления перечисляет вам. Можете ли вы рекламировать такой магазин? Не можете. Сразу же можете поместить блокировка алкаута и вам придется все начинать сначала. Но если два домена у компании? Если два... Или где-то пять. На разных проектах с поедомыми. Вообще, в официальных правилах Google написано, что так делать нельзя, но на самом деле можно, потому что у нас тоже есть несколько доменов и несколько поддоменов, и так как они все зарегистрированы на нас, и так как там контент наш, то есть видно, что это наш домен, наши логотипы, наша информация, у нас эта проблема не возникала. Но вот если сделать так, то есть какое-то другое лицо владеет доменом, какой-то магазин, например, а домены именно на юридицу должен быть зарегистрированы? Ну, желательно, да. Но это не обязательно, на самом деле. Возможно, что тогда возникнут эти сложности. Если домены все принадлежат юридицу, тогда проблем точно не будет. а если одному из основателей и там визу и все? Если он зарегистрирован как основной в какой-то гранте, то все будет хорошо. В принципе, если у вас на ваших дополнительных доменах будет написана вся юридическая информация, что там копирайт, такой-то НКО, что там адрес, так далее, проблем быть не должно. У нас, по крайней мере, их нет. Я не могу гарантировать, так как в правилах есть упоминание, что только один домен, но пока у нас проблем с этим не возникало. Нельзя рекламировать никакие финансовые продукты. Это вообще странная история для НКО, но тем не менее это важные правила, которые тоже могут подвлечь подробку аккаунта. Надо постараться не рекламировать коммерческие продукты, очень коммерческие. То есть, если, например, такая типичная ситуация с благотворительной витриной, мы всегда пишем пожертвовать, подарок за пожертвование и так далее. Если вы используете слово купить, товар, заказ, то могут возникнуть проблемы. Могут возникнуть проблемы и, опять же, пускай в аккаунты и все равно. И есть еще такое правило, я бы сюда написала, потому что оно у Гугла указано, что нельзя использовать запросы и тексты объявлений, которые не соответствуют вашей деятельности. На самом деле, это правило очень сильно ограничивает вашу свободу для творчества, а Гугл на него смотрит, мягко говоря, сквозь пальцы. Поэтому дальше я вам расскажу, как это правило можно немножко игнорировать, чтобы всем стало лучше. Что еще необходимо? Необходимо заходить в аккаунт хотя бы раз в месяц и необходимо выносить изменения хотя бы один раз в три месяца. Если вы этого делать не будете, аккаунт посчитают неактивным и сопротив. Это на самом деле требование очень формальное, потому что если вы всерьез взялись за Гугл, если вы хотите от него что-то получить, то вы туда будете заходить не то что один раз в месяц, вы будете туда заходить один раз в час как минимум для начала, а потом, когда уже все настроить и у вас все пойдет хорошо, тогда, может быть, раз в день вы будете туда заходить. Но вот такое требование тем не менее есть. Наконец, когда мы с вами запустили свою первую компанию, все сделали, мы готовы нажать кнопку включения, мы должны продумать еще одна вещь. Мы не хотим просто потратить на этот грант, мы хотим от него получить какую-то прибыль, мы хотим от него получить какие-то выгоды для себя и решить какие-то свои задачи. Поэтому нам нужно следить за результатом. для этого существует Google Analytics. Кто пользуется Google Analytics? Пользуется. Прекрасно. Больше, чем Google Кранц. Google Analytics это прекрасный бесплатный сервис веб-аналитике. Фактически это отраслевой стандарт, которым пользуются и коммерческие, и некоммерческие структуры. Google Analytics это такой небольшой кусочек кода, который программист, любой, любой программист способен установить на сайт. И вы получаете такую систему аналитики, где вы видите, откуда на сайт приходят люди, что они там делают и какие цели вы таким образом решаете. Например, у вас на сайте есть онлайн форум пожертвования. Вы настраиваете цель пожертвования через онлайн форум. И отныне вы будете видеть все пожертвования в этой системе, которые к вам пришли. И вы сможете понять, какие пожертвования пришли после того, как люди пришли из Google Trans, или из поиска Яндекса, или из какой-то, например, статьи, которую вы где-то опубликовали, или люди просто зашли на ваш сайт, потому что хорошо его знают, или они пришли из интернет-рассылки. Все это вы сможете увидеть в этой системе аналитики. Почему я говорю только о не, а не о других, о той же Яндекс.Метрики и так далее? Потому что Google Analytics сразу же интегрирована с AdWords, и у них очень много возможностей для взаимного улучшения. Когда вы создадите аккаунт Google Analytics, вы сможете его в настройках связать с аккаунтом Google AdWords, и они начнут обмениваться данными. Благодаря этому вы увидите у себя в Google Analytics очень подробную разбивку до всех объявлений, до ключевого слова, по которому человек пришел, и что он дальше делал, сколько пробыл на сайте, какие страницы посетил, и что в итоге совершил, или просто что он ничего не сделал. А в Google AdWords, прямо в интерфейсе будут видны конверсии, которые вы настроили в Analytics. То есть, если мы берем пожертвования, то вы сможете увидеть, что у вас, например, идет объявление, у него ставка за клик, предположим, 1 доллар, 100 кликов, и одно пожертвование. Это значит, что мы на получение одного пожертвования потратили 100 долларов. Наш эффективный, но тем не менее. И наконец, мы смотрим на результаты, и можем оптимизировать свою работу, то есть мы можем увидеть, что какие-то наши объявления не приносят нам ничего. То есть люди может быть и приходят, но они не читают, они не делают пожертвования, они не подписываются на новости. Это какие-то неправильные люди, которым мы неинтересны. Значит, эту компанию, эти запросы надо отключать, отключать какие-то другие, искать новые способы выхода на нужную аудиторию. Вот как бы мы все узнали, мы готовы, мы можем идти вперед, и кажется пора нажать кнопку поехали, но на самом деле нет. Потому что когда мы все это сделаем, попробуем запустить свою первую компанию, мы увидим, что в реальности вот эти ограничения, которые накладывает Google, они дополняются ограничениями, которые есть просто в нашей деятельности, которые есть в объективной реальности. Сейчас я поясню, о чем лет. Во-первых, запросов в нашей тематике мало. Я взяла для примера запрос благотворительный фонд. Это, наверное, один из самых высокочастотных запросов, которые у нас могут быть. Если вы попробуете сузить конкретно свои деятельности, там будет еще меньше. Там фонд, например, охраны природы, это какие-то просто даже не тысячи, а сотни запросов, если мы говорим про нас. Название фонда это совсем единица. Фактически это значит, что если у нас это прогноз, который делается на Google, 80 тысяч показов в России по этому запросу, назад придет примерно 2000 человек. Это прихорошенность других компаний. Это всего, если вы будете показывать постоянные вы, только вы. А какой такой средний показатель прихода по показам и по сетям. То есть соотношение прихода. На поиске считается средним хорошим показателем примерно 3%. Но это очень сильно зависит от того, как подобраны запросы. Если запросы подобраны очень узкие, очень четкие, то он может достигать и 5-6 сильных процентов и даже выше. Если мы пытаемся закрыть очень широкую аудиторию, то вряд ли достигнет даже единицы. Но это уже вопрос настройки. То есть получается, что у нас есть 10 тысяч топов, а потратить мы их не можем, потому что запросов мало очень. Просто в нашей сфере очень мало запросов. Нам очень трудно конкурировать друг с другом, потому что во-первых мало запросов, а во-вторых потому что все в одинаковых условиях. В живой коммерческой среде в каждой компании свой бюджет. У нее свои представления о том, сколько можно тратить, свои расчеты возврата инвестиций, и у каждого свои ограничения при цене клипов. У нас нет. У нас у всех 2 доллара, и почему бы нет? Если так проанализировать, то по большинству фондов, которые активно пользуются GoogleGrants, они на такие запросы ставят и все как бы в одном потоке идут. Когда мы пытаемся рекламировать вот таким образом к таким запросам, у нас есть проблема. Либо мы не имеем доступа к новой аудитории, потому что мы выбираем очень узкую свою проблему. Мы говорим, что благотворительный фонд помощи редким животным, предположим, какой запрос, эти люди и так уже нас знают. Если человек такой ищет, он знает, кто какие ВВФ, не может быть по-другому. И аналогично со всеми остальными НКО. Если он пишет конкретно про вашу деятельность, пишет НКО или фонд, то он и так скорее всего за редчайшим исключением вас уже знает. Либо если мы просто пишем благотворительный фонд и показываемся, то человек приходит крайне холодный. Человек, который увидит просто благотворительный фонд, такой-то, пошел. Он не знает ничего о вашей деятельности, он первый раз вас увидел, он вообще не знает, зачем он кликнул, может быть, он просто из любопытства работать ему не хотелось, но он кликнул. И ожидать от такого человека, что он тут же совершит пожертвование, например, это очень странно. Человек, скорее всего, придет на главный, увидит фонд, что-то там занимается, чем-то закроет и уйдет. Поэтому в Google Analytics есть такой параметр показателя отказов, он, как правило, довольно высок при переходе с Google Гранса, потому что люди просто приходят и уходят, и ничего с ними не происходит. И, в общем-то, зачем тогда нам все эти муки, зачем мы настраивили все эти компании, если эти люди даже не прочитали ни одной нашей статье, даже не поняли, чем мы занимаемся, просто мы потратили деньги в Google. Ну, спасибо Google, но мы не хотели ни одного. И самая большая проблема, с которой, например, лично я столкнулась, опыт ведения коммерческих проектов в Google AdWords не помогает решить эти проблемы, потому что способы решения у коммерческих компаний другие, и проблемы у них другие, и с вот этим они не сталкиваются. И даже если, например, вам помогает прекрасное, талантливое, способное рейтинговое агентство, оно может просто не понимать, как работать с НКО, потому что оно работает с коммерческими клиентами, с отличными клиентами, и прекрасные результаты покажут, но проблем вот этих не знают, и не знают, как к ним подойти, и могут создать только еще больших проблем, создавая объявления, которые они проводят модерацию, за которую отключают аккаунт, и так далее. Поэтому здесь нужно действовать аккуратно, но смело, потому что, как я уже сказала раньше, правила некоторых гугла есть, но их строгость компенсируется необязательно с их выполнением. И я расскажу несколько таких вот решений, которые мы путем долгих проб нашли для себя. Для того, чтобы не оставаться в рамках вот этих людей, которые ищут благотворительный фонд, нужно найти смежные темы. Причем эти смежные темы, они должны быть не просто благотворительность, значит, добро, значит, еще что-то такое. Они должны быть конкретно под то, что вы, скажем так, рекламируете. Это рекламная система, поэтому можно это использовать. Например, вы устраиваете акцию по сбору средств в супермаркете в это воскресенье. Вы можете запустить рекламную кампанию на запрос благотворительная акция, пожертвовать, например, детям и так далее. Единицы, единицы трафика вам придут, но вы можете акции в супермаркете, куда пойти в воскресенье, куда пойти с детьми в воскресенье и так далее. Чем заняться в эти выходные. Все вот эти ассоциативные ряды, которые вы способны сгенерировать, их все можно использовать. И на самом деле, пока вы там не пишете купить, продать и так далее, это не попадет ни под какие санкции Google, потому что вы здесь более или менее в своих рамках находитесь. Главное не пытаться рекламировать коммерческую деятельность, не обязательно купить, продать, какие слова они используют.